здравствуйте дорогие наши зрители в эфире наша традиционная рубрика разговоры по пятницам casual fridays и я приветствую гостя рубрики баттер бармангнаев замместитель председателя конгресса айрат калмыцкого народа член лиги свободных наций и также член панмонгольской партии и выбор возглавляете калмыцкое отделение панмонгольской партии и мой первый вопрос связан как раз с этим вы являетесь членами этой партии вместе с нашим даржо дугаровым а не могли бы вы немного рассказать когда возникла эта партия как это произошло и какие цели стоят перед ней и какова сегодняшняя ситуация партия возникла если я не ошибаюсь году пятнадцатом это вот как раз и не инициатор естественно был должен это человек который очень тесно связан с монгольским миром он сам учился в монголии но я думаю разговор о нем может составить предмет не для одной статьи или ни одной передачи он мой друг и так как мы то время уже общались он не сначала предложил рассмотреть такой вариант а потом предложил вместе создать эту партию я в то время был в калмыкии и еще до этого я занимался установлением сотрудничества с монголией к сожалению в калмыкии это не удалось мы создавали в самом начале десятых годов монгольский клуб с рядом моих друзей активистов энтузиастов я даже написал сотрудничество вернее соглашение о сотрудничестве между калмыкии и монголии потому что старая старый текст на старое соглашение подходила к концу и нужно было подписывать новое соглашение и я его под написал передал в администрацию тогдашнего главы республики орлова и все это закончилось ничем мы также разработали с тогдашним консулом монголии в калмыкии гоншик жамом ряд направлений сотрудничества причем договоренности были с рядом монгольских министерств это и образование культура какие-то производственные дела то есть ремесленные ну и так далее но вот к сожалению наша инициатива установления более тесного сотрудничества с монголией не получила поддержки со стороны главы администрации тогда еще главы республики калмыкия и я так думаю что этот вопрос согласовывался с мидом россии и с администрации президента россии и скорее всего оттуда поступила команда не развивать отношения но тем не менее я всегда считал что есть содружество монгольских народов которые никак не оформлены и это направление взаимодействия нужно развивать хотел всегда в монголии я кстати монголии побывал даже рассматривал вопрос принятия гражданства монголии что опять же к сожалению окончилась неудачей связи с политикой монгольских властей и поэтому вот на всей этой почве очень благодатной для идеи создания монголийской партии все это родилось выросла к сожалению сейчас деятельность партии не активна в первую очередь в силу позиции нынешних монгольских властей которые представлены политиками монгольской народной партии о монголии конечно готов говорить долго но ограничусь только тем что мне очень не нравится что современная монголия является по сути дела не независимым государством в полной мере этого слова и понятия а сателлитом двух своих больших и авторитарных соседей режимов россии и китая вот но мы собираемся развивать эту деятельность потому что монгольское содружество монгольских народах точнее это не только перспективное дело и вопрос будущего но это даже в настоящее время требует реализации практической практических актах актах действиях поступках я думаю что я думаю что мы все-таки добьемся своего но к сожалению я думаю это возможно только в случае смены власти в монголии отдельными односторонними отношениями например между бурятами и калмыками или айрат калмыками и монголами южной монголии или джунгарии это сделать невозможно без участия монгольского государства пока единственного государства монгольских народов ну да я кстати да хотела в общем-то задать этот вопрос о вашем пребывании в монголии вот как бы как в качестве персонажа фильма терминал и как мы до пытались вас вытащить безопасность чтобы вас не перри не передали российским властям это было отдельно это отдельная история вот а что касается монголии я думаю что да конечно они вынуждены сейчас лавировать между этими двумя силами державами вот но тем не менее монголия мне кажется все равно остается демократическим государством оплотом демократии в регионе и вообще у нас тесные связи благодаря доржо с демократической партии монголии они сейчас находятся в оппозиции к действующей власти и мы надеемся что если они добьются победы на следующих выборах возможно ситуация как-то изменится вот но я думаю что не случайно что сейчас вот деятельность по монгольской партии как вы сказали на паузе дело в том что перед нашими народами ведь сейчас стоит одна задача очень важная которая все перекрывает именно поэтому мы объединились с вами в лигу свободных наций вот вы считаете что после того как мы добьемся независимости и станем развивать отношения между нашими народами всеми монгольскими народами включая внутреннюю внешнюю монголию бурятия айрат калмыкия и тува ну потому что тува хоть и тюркский регион но тем не менее все равно в орбите монгольского мира вот вы сказали что вы давно занимаетесь политической деятельностью вот у меня в жизни был момент когда я этим занималась но не совсем политической деятельности но политическим активизмом это было в начале двухтысячных годов когда путин объявил о программе укрупнения регионов и вот в рамках этой программы было принято решение об упразднении национальных автономий таких как усть-ордынский автономный бурятский округ и агинский бурятский округ и я и группа товарищей в том числе доржо мы тогда познакомились а мы стали противодействовать этому то есть мы проводили нашу контр агитационную про компанию вот но к сожалению как говорил покойный евгений хамаганов это была история о том как бодал бодался теленок бодался с дубом вот но тем не менее как бы благодаря тому что мы все-таки выступали уже никто не может сказать что это был однозначный процесс что все были за что это было на самом деле нет вот и то что мы протестовали это принесло свои плоды потому что уже однозначной такой картины не было и есть понимание сейчас особенно что это была несправедливая акция то есть акция государства и что это будет потом все равно пересмотрено но после этого после вот 2008 года мне как раз пришлось уехать из страны и я думала что эта страница биографии у меня завершена до вплоть до прошлого года вот и эта война она естественно снова поставила нас перед выбором выступать от имени нашего народа за наш народ а вот что то делать а скажите вот что вас подтолкнуло к политической деятельности когда это произошло и вот расскажите про этапы вашего пути впервые политической деятельностью я занялся еще восемьдесят девятом году когда мы с друзьями создали народный фронт калмыкии который был по сути дела первой политической организации за все время существования советского союза политическая организация которая объединяла жителей калмыкии и ставила политические цели и задачи основным нашим пунктом программы конечно было упразднение 6 статьи конституции ссср о ведущей направляющей силе кпсс и создание демократического государства ну и со всеми вытекающими отсюда ценностями типа гласность плюрализм и так далее возникли многие темы которые до этого хотя подспудно они на уровне 7 семей существовали но публично о них не высказывались они в публичном пространстве просто отсутствовали то есть это самоопределение народов это геноцид и депортации на ряда народов бывшего ссср потом наступил какой-то такой промежуточный этап времени когда вроде бы все надеялись на то что в единой стране российской федерации будет демократия мир свободный рынок и другие ценности свободного общества но естественно эта иллюзия достаточно быстро развеялась были была сначала первого потом второй вторая чеченская война были даже при ельцине различные ущемления демократических принципов институтов в том числе расстрел верховного совета россии но с приходом путина совсем все стало плохо 90-е годы политика не занимался ну разве что вопросами сохранения языков и правами национально-этнических религиозных культурных языковых и расовых меньшинств но тогда я только этим чуть-чуть на на отдалении так сказать я это уже понимал но практически этим занимался очень мало потом занимался поддержкой некоммерческих организаций на такой вот принципиальной основе практически без денег просто способствовал созданию некоммерческих организаций потому что у меня были определенные иллюзии в отношении того что институты гражданского общества могут способствовать сохранению укреплению демократии после того как в 2004 году в сентябре силой разогнали большой митинг нашего народа и вообще население калмыкии против кирсона любжинова причем решение о разгоне было принято даже не в калмыкии на уровне москвы может быть хотя доказательств нет решение принимал путин это было первое силовое или точнее насильственное разгон мирного митинга в россии вот после этого стало приходить понимание что россия идет не тем путем и что путин это не тот лидер который способствует укреплению таких вот начал как справедливость на народовластие право людей и еще очень важное право о котором и сейчас очень немногие говорят это право народов затем я занялся вплотную вопросами реабилитации репрессированных народов в 2007 году мы создали с другом аркадиям гаряев фонд сначала реабилитации калмыцкого народа а затем 2008 году мы создали союзе репрессированных народов россии куда вошли представители карачаевского балкарского народа чеченцев и гуши калмыки естественно и в качестве наблюдателей были немцы немцы россии не немцы по волжье немцы россии это нужно понимать потому что немцы были расселены во времена советского союза достаточно широко вот это это уже была полноценная политическая работа против нас буквально с первых месяцев началась работа по противодействию нам со стороны фсб полиции очень много провокации было задержания врывались в мою квартиру например задержание на кавказе были и так далее и занимаясь этой темой я естественным образом пришел к пониманию что необходимо добиваться самоопределения арат калмыцкого народа в полном смысле этого международно признанного понятия поэтому в четырнадцатом году я инициировал работу по созданию во первых представительного органа именно нашего айрат калмыцкого народа не всего населения калмыки айрат калмыцкого народа и мы приступили с друзьями к подготовке съезда чулан съезда айрат калмыцкого народа на котором как раз и был сформирован вот этот представительный орган сначала назывался исполком мы провели три съезда в пятнадцатом восемнадцатом и двадцать первом году кроме того с тринадцатого года я являлся председателем калмыцкого регионального отделения партии яблоко и проводил свою деятельность в рамках той политической системы примерно где-то наверно с шестнадцатого семнадцатого года в отношении меня постоянно возбуждались административные дела за проведение митингов ну то есть страна со всего ускоряющимся так сказать темпом катилась или падала в пучину авторитаризма а сейчас это уже вполне созревшие тоталитарное государство и я вот с тринадцатого года с четырнадцатого даже наверное в большей степени с четырнадцатого года я всегда стоял на этой точке зрения и распространял как в интернете в фейсбуке в основном так и в личном общении на публичных мероприятиях утверждение что россия становится все больше фашистским государством то есть я считал что в пятнадцатом году это уже было фашистское государство в мягкой форме но сейчас она просто не прикрыто фашистское государство это на самом деле история вас как бы последней четверти двадцатого века и первой четверти двадцать первого века я замечала заметила в общем-то очень много точек соприкосновения наших биографий вплоть до членства в яблок да и вплоть до также попытками развивать гражданское общество потому что в свое время мы с оксаной моей соведущей и тоже членом рхтн с оксаной дожиевой мы работали в одной организации но то есть наше движение рх было одно была одна правозащитная организация кроме того мы занимались развитием волонтерского движения в бурятии международного волонтерского движения организовывали рабочие лагеря обмен и так далее и мы считали что мы каким то образом помогаем нашей стране вот строить гражданское общество чтобы страна не скатилась как раз таки до конца в авторитаризм но сейчас просто я вижу насколько эти попытки были такими естественно это было важно потому что все равно есть люди которые которые и которые и участвовали в этой деятельности которые что-то пытались сделать то есть а ведь не коммерческие организации что они чем они сильны если общество здоровое они ведь развивают это чувство солидарности и развивают гражданскую активность гражданскую активность и горизонтальные связи внутри общества а что делал путин когда подавлял это движение а он ведь то есть вот сейчас когда вот сейчас начинаешь все это анализировать просто видно что по какой схеме он шел сначала он уничтожал независимые сми он начал с разгона нтв то есть полностью вот зачищал это поле информационное а затем он начал с затем он начал подавлять гражданское общество гражданские инициативы вот это вот как бы звание иностранного агента о чем говорит потому что сейчас что мы видим россии полностью атомизированное общество абсолютно не действует система самоуправления не действует гражданское общество потому что разогнана действуют именно вот какие-то эти инициативы которые насаждаются сверху да вот это вот z так называемое за это волонтерство то есть то что разрешено да вот начиная движение наши ведь ведь они же тоже себя позиционировали как волонтерское добровольческое движение бла-бла-бла некоммерческий сектор на самом деле это было практически вот хунг и бины которые создавались с урковым администрации президента и вот вы пытались как бы в оппозиции работать да то есть я ездила на другую россию на конференции эти другой россии так далее то есть и люди думали что вот все-таки в наших силах что-то изменить но к сожалению я помню также что мы встречались как-то в белоруссии на семинаре некоммерческих организаций и белорусские коллеги нам говорили что смотрите вы идете по нашему пути то есть тогда вот в начале 2000-х годов они нам говорили не говорите что вы если вас спросят не говорите что вы приехали на конференцию на семинар говорите что просто туристы что вы в гости приехали и для нас это тогда звучало дико потому что тогда у нас еще такого не было да а у них уже это тогда было и мы как-то не как-то не верили что до этого дойдет а у нас сейчас практически то же самое если не хуже а вот тот же фашистский режим и и вот но это просто как бы то что я вот почувствовала да что в принципе мы думали что мы можем поменять это общество изнутри что мы можем развивать гражданское общество на самом деле а логика истории и логика происходящего просто говорит о том что этот режим невозможно изменить эту страну изменить невозможно единственный выход это полные полная как это сказать не развал а вот именно ликвидация полная разбор на части и вот именно только вот разделившись на части мы сможем выжить мы можем как бы строить свои собственные государства уже без вот этого вот аппарата насилия который в москве находится и вот до следующий вопрос у меня касается как растереть территориальной реабилитации наше письмо вот первая наша акция когда мы боролись против ликвидации наших автономий а мы написали письмо молодое поколение за территориальную реабилитацию бурятского народа потому что мы тоже потеряли практически треть нашей земли треть нашего населения бурятского в 1937 году когда сталин просто вот волюнтаристским указом разделил бурят монгольскую республику и отсек западные и восточные части и когда мы написали это письмо мы как бы выдвинули такое встречное предложение что если уж пошел разговор об укрупнении регионов почему бы не вернуть вот эти отторгнутые земли в лона бурят монгольской нашей бурятской республики таким образом совершить акт но как бы исторической справедливости воссоединить народ вот но тогда естественно это было просто мы понимали что естественно в кремле никто не будет об этом думать не будет как бы решать этот вопрос нашу пользу но нам необходимо было высказаться вот и естественно наша цель когда мы достигнем независимости вот воссоединение бурятского народа потому что мы разделенный народ а какие шаги вы планируете предпринять как айрак калмыцкий народ чтобы вернуть а также вот эти вот утраченные территории которые были отторгнуты также стали нам после того как наше ханство прекратило существовать в 1771 году территории качевии наших территории нашего государства у нас было государство были разделены между рядом российских губерний оренбургская губерния астраханская губерния ставропольская кавказская губерния и так далее даже перед революцией наши территории были значительно большие и они входили и в состав опять же кавказской губернии ставропольского края нынешнего и на территории астраханской области волгоградской области то есть территория была ну раза наверное в полтора больше чем сейчас но сейчас мы конечно этот вопрос возвращение нам этих всех территорий не поднимаем мы хотим чтобы нам вернули только территорию двух довоенных улусов которые включены в состав астраханской области когда двадцать седьмого декабря издавался указ верховного совета ссср об упразднении калмыцкой асср и депортации калмыцкого народа на на части нашей территории и территории тогдашней тогдашней сталинградской области или нижневодского края была создана астраханская область и вот и как раз в том числе отдали наши территории территория этих двух улусов составляет на самом деле больше чем территория двух нынешних районов астраханской области потому что частично территории этих двух улусов присутствует еще в двух районах то есть наша территория я говорю наша это территория бывший калмыцкой сср а теперь я ее рассматриваю как территория республики калмыкия распылена между четырьмя районами астраханской области кроме этого астраханского область в течение всего периода времени прошедшего с восстановления калмыцкой сср присвоила администрирует но я считаю что это на самом деле аннексия со стороны российской федерации которую представляет астраханская область ряд других территорий которые находятся в том числе внутри территории республики калмыкия в последние годы когда прошла компания или она еще про продолжается программа по составлению федерального кадастра земель вот в рамках этой компании а астрахансия присвоила еще два огромных куска территории которые по сути делая равняется территории по площади одного из районов калмыкии то есть кроме этих двух довоенных улусов у нас оттяпали еще большие площади несколько тысяч квадратных километров поэтому возврате этих территорий тоже нужно будет вести речь к сожалению а может быть это и совершенно ожидаемо власти калмыкии как при главе республики кирсане лунжинове так при орлове и при нынешнем главе республики батухасикове никто не поднимает и никто не добивается возвращения даже вот этих территорий я думаю что возврат этих двух улусов состав будущего калмыцкого айрат калмыцкого государства это вопрос совершенно решенный и это не просто вопрос будущего это вопрос который будет в том числе определять принципы существования будущего независимого айрат калмыцкого народа мы не претендуем на всю территорию астраханской области тут существует спекуляции на этот счет со стороны представителей других народов что калмыки хотят включить свой состав всю астраханскую область нет мы говорим только о включении территории двух довоенных улусов и возврате тех территорий которые астраханская область у нас отторгла в последние годы и после 57 года все весь процесс возврата будет основываться на международном законодательстве но кроме этого я думаю будет реализована политика которая будет создавать условия для возврата этих территорий то есть опережающее экономическое развитие это создание процветающей территории и в определенном смысле экономическое превосходство калмыкии над соседними регионами несмотря на их превосходство в численности населения количестве субъектов и размерах субъектов экономической деятельности у калмыки все это есть это отдельный вопрос я думаю что мы создадим такой инвестиционный экономический режим среду при которых экономическое развитие у нас будет идти темпами в десятки процентов и даже если на основе нынешней астраханской области нынешней российской федерации возникнут какие-то территориальные государственные образования мы будем этот вопрос конечно пытаться мирно решить всеми властями которые будут администрировать эту территорию и будем добиваться этого возврата если не получится в процессе двухсторонних отношений и переговоров то мы будем прибегать к помощи международных институтов третейских судебных и так далее всеми силами мы будем избегать военного решения этого вопроса но если в отношении нас будут приниматься какие-то агрессивные действия в том числе полицейского военного характера естественно мы будем давать отпор но я считаю что в нынешних международных правовых я бы даже сказал глобальных политических реалиях возврат территории двух улусов это вопрос просто времени это решетный вопрос хочу задеть еще один аспект политический аспект который связан с этой тематикой мы поддержим действия инициативы других народов в том числе ногайского народа в части территории астраханской области но за исключением территории вот этих двух улусов эта территория наша не надо пытаться ее объявлять территорией собственностью других народов это наша территория мы ее не отдадим а вот в отношении других частей астраханской области мы будем поддерживать притязание и ногайского народа казахского народа астраханских татар которые в принципе являются подавляющим большинстве своими потомками ногайского народа и так далее но я думаю что русские астраханской области тоже имеют право на самоопределение этой территории наряду с другими народами я думаю да я думаю что возможно можно изучить опыт например той же швейцарии вот в случае астраханской области то естественно у калмыки есть право на эти два улуса так как они были незаконно отторгнуты вот что касается остальных территорий где живут все эти народы я думаю им стоит может быть действительно вот изучить опыт швейцарии кантонов швейцарии но это их дело это делай вот как раз тех народов которые там проживают и что касается вот апелляции к международным организациям я думаю нам надо было бы может быть как-то совместно какие-то организовать слушания или организовать какой какие-то я не знаю классы до чтобы поддерживать друг друга я думаю что у нас похожая проблема с территориальной реабилитации и если бы мы выступали в общем таким фронтом да тем более что существует панмонгольская партия да сам бог велел поддерживать друг друга и я думаю что это действительно вопрос возвращения наших территорий этого вопрос решен главное просто рассчитать наши шаги и знать что какие действия мы должны предпринимать в этом отношении я могу дать пояснение от лиги свободных наций мы инициировали процесс признания международных преступлений преступлений международного характера со стороны ссср и россии россия является правоприемником и сама продолжает осуществлять международные преступления в отношении не русских народов россии и сейчас мы инициировали этот процесс на уровне украинской рады на уровне восточноевропейских государствах но я думаю со временем этот процесс охватит и европейский союз здесь в сша мы тоже кое-что пытаемся в этом отношении сделать если эти международные преступления и преступления международного характера будут признаны за россией и советским союзом то вопрос реабилитации всех наших народов в том числе вопрос территориальной реабилитации хотя этот процесс реабилитации затрагивает и вопросы культурного развития и материального характера и так далее так вот все эти вопросы будут решаться опять же в поле международного права но надо сначала политически добиться признание того что советский союз и современная российская федерация осуществляли и продолжают осуществлять международные преступления и преступления международного характера я так думаю мы сделали правильные опережающие шаги для решения возможных перспективных конфликтов и обеспечения наших прав в будущем на долю калмыцкого народа выпало такое количество бедствий только один двадцатый век что просто действительно даже иногда удивляешься как народ смог выстоять вот после этой чудовищной депортации вот вы все таки смогли вернуться и возродиться как феникс а вот сейчас вы приехали в америку так как вы не смогли остаться в монголии и америка предоставила вам этот гуманитарный коридор вы встречались с вашими соплеменниками здесь в сша вообще у вас существуют связи ну я думаю что во времена перестройки наверное стали налаживаться связи между эмиграцией и вот калмыцкий вот как это происходило и как происходит сейчас значит во первых до депортация конечно было колоссальным ударом по нашему народу но не не самым сильно дело в том что после гражданской войны политики военного коммунизма голода начала двадцатых годов и репрессии которые начались буквально с восемнадцатого года мы потеряли 50 процентов численности нашего народа что подтверждается переписью 1926 года нас после буквально десяти лет политики советского государства стало ровно в два раза меньше чем было до революции затем репрессии продолжились началась вторая мировая война депортация мы опять потеряли 50 процентов своей численности то есть мы дважды на протяжении буквально 40 лет в два раза уменьшалась численность нашего два раза но в отношении сороковых пятидесятых годов это естественно следствие не только депортации но и второй мировой войны во второй мировой войне мы потеряли тоже очень много людей погибло депортация была для нас ужасно не только тем что депортировали значительную часть нашего народа подавляющую часть нашего народа ужасно тем что депортировали стариков женщин и детей не мужчин потому что чуть ли не 90 процентов мужчин у нас были на фронтах так называемой великой отечественной войне войны и защищали советский союз который и сталинскую власть которые депортировали их родителей жен детей племянников и так далее в сибирь по количеству мобилизованных в части мужского населения мы наверное входим в первую тройку народов россии ну да это наверно калмыки буряты и якуты вот вот входят наверно в первую тройку потому что подчастую всех забирали всех забирали практически все мужское население было демобили вернее мобилизовано на войну но были и другие ужасные проявления этой депортации мы единственный народ у которого военнослужащих снимали не просто с фронта их отправляли концлагерь пермской области это был в основном рядовой сержантский состав люди с боевыми медалями и орденами принудительно работали на строительстве широковской гэс и других объектов умирали от голода истощения и болезней так что вот такая страница была тоже я кстати хотел бы обратиться мы сейчас инициируем проект издания книги арслана гасанджиева нашего председателя конгресса о гулаге в данном случае от широк лаги то есть о заключении калмыков военнослужащих в этот концлагерь я хотел бы обратиться чтобы нам помогли с изданием этой книги как в электронном формате то есть чтобы это было еще в свободном доступе такие бумажном формате хотелось бы чтобы эта книга пополнила бума библиотечные фонды ведущих библиотек мира в том числе конгресса сша естественно мы постараемся передать это в российские библиотеки библиотеки монголии китае и так далее чтобы евро европейских государств чтобы на люди население многих стран знала о том что это советская власть людоедская проделала с калмыцким народом вот и еще один аспект это депортации калмыков единственный опять же из народов расселили на колоссальной территории и дисперсно во первых на территории многих областей краев сибири от тюменской области до сахалина часть поселили в казахстан но в основном северный казахстан во вторых когда расселяли в совхозах колхозах в каждый поселок в каждое село селили всего лишь по нескольку семей иногда даже одна две семьи и это стало кстати одной из причин потери языка и огромное количество людей погибло во время транспортировки и самое главное в первые месяцы прибытия на такие места ссылки потому что людям не предоставляли еды не предоставляли пайков не предоставляли работы и просто выбрасывали в поле ну представьте себе январь-февраль эшелоны шли около месяца выбрасывали в поле и вот нужно было как-то выживать хорошо было тем кто кому все-таки давали какие-то заброшенные дома или селили в бараки заброшенные которые нужно было ремонтировать были такие семьи как которых выбрасывали в поле они просто не успевали себе выжить землянку умирали наши народы они имеют такую способность к возрождению то есть мы действительно у нас очень сильный корень потому что несмотря на все чудовищные преступления против наших народов и действительно тоже численность снизилась нашего народа также после например в 30-е годы когда делали в 39 году по моему когда была перепись она показала насколько упала численность бурят по сравнению с предыдущей переписью вот тем не менее мы можем возродиться и возрождаемся как феникс и я думаю что сейчас идет я думаю наверное это последний бой наш наших народов потому что да да и решающий бой потому что сейчас идет действительно геноцид наших не только украинского народа но и наших народов которые малочисленны благодаря этой политике геноцида вот и я думаю что у нас не остается иного выхода просто потому что если мы не возьмем дело в наши руки если не достигнем этого этой независимости то мы просто погибнем пожалуй накануне подготовки к проведению первого съезда айрат калмыцкого народа в пятнадцатом году у меня уже созрело понимание что нам айрат калмыкам просто не получится не только сохранить свою культуру свой язык но даже сохранить свою физическую физический численность сохраниться как народу в составе той российской федерации которая выстраивалась при путине созрело понимание что мы можем сохраниться как народ только будучи независимыми у нас у вас у других народов по Волжье например предпринимались очень активные многочисленные попытки сохранения родного национального языка но все эти попытки не увенчались успехом больше того происходит потери языка и кстати это не только у нас даже на Кавказе это отмечают многие люди специалисты ученые даже кавказские народы теряют свои языки и количество носителей да при том что они как правило составляют большинство в своих республиках регионов да в отличие от нас может быть единственный народ у кого в этом отношении ну или два народа более-менее нормальная ситуация это ингуши и чеченцы но даже они теряют язык в лице тех кто уезжает из родной республики и живет в Сибири в Москве в Питере за рубежом первое поколение сохраняет язык второе поколение может обладать разговорным языком но уже не в полной мере в третьем поколении уже не разговаривают могут понимать речь уже не разговаривают то есть даже эти народы с устойчивой национальной идентичностью и верностью традициям своему языку теряют свой язык идет кстати вот у чеченцев которые активно разговаривают на своем языке идет процесс обеднение языка сохранить в полной мере и продолжать его развивать можно как показал опыт многих государств только в рамках независимого государства когда язык становится предметом и в обиходе находится в государственном управлении в образовании в науке в технике в экономике и так далее только в этом случае можно сохранить полноценный язык и поэтому я в том числе нашим национальным активистам пытался объяснять что ваши попытки по сохранению айрат калмыцкого языка они конечно заслуживают глубочайшего уважения но они неэффективны геноцид это не только физическое уничтожение народа но это создание условий при которых данная этническая общность не может сохраняться развиваться и несет какие-то потери в том числе человеческие потери хоть и частичные но в любом случае потери это тоже геноцид поэтому российская федерация проводит геноцид наших народов путем и мобилизации на эту идиотскую войну со стороны России и ограничивая наши права на пользование своим национальным языком дискриминация потом национальное угнетение которое выражается в том что российская федерация практически не несет никаких материальных обязательств по отношению к нашей культуре традициями и так далее все эти социальные траты и обязательства перенесены на бюджеты национальных регионов а подавляющая часть денег ну копейки конечно нам падают но подавляющая часть денег которые выделяются на культуру в российской федерации это идет на сохранение развития русской культуры культуры на русском языке в том числе так что идет еще и так называемые ну это формы геноцида тоже культура цит, социо цит, лингво цит и так далее так что у нас единственный путь других путей нет никакой справедливой российской федерации которая бы создавала справедливые и равные условия для существования нерусских народов невозможно это пример, например, тех государств которые образовались после падения Австро-Венгерской империи та же Чехословакия чешский язык он ведь был в восьмоплачевном состоянии в конце 19 века практически на нем никто не разговаривал в сельской местности только разговаривал деревенских жителей, да а сейчас это как бы ни у кого даже мысли не возникает что вот чешский язык это не язык что не имеет права на существование вот Израиль, государство тоже очень хороший пример того как политическая воля возрождает практически мертвый язык то есть это был язык Торы, так? У нас есть еще один очень хороший пример это наш сосед Казахстан где накануне развала Советского Союза и образования независимых государств в том числе Республики Казахстан огромное количество казахов не говорило по-казахски не понимали казахский язык за время независимости за 30 лет это при том что многие казахи говорили о недостатках языковой политики в пользу казахского языка в Казахстане язык, разговорный язык полностью восстановлен почти полностью по разным социологическим опросам казахским языком владеет порядка 98-96% казахского населения огромное количество представителей других народов владеет казахским языком немцы, русские, украинцы этот опыт говорит что за 30 лет мы можем восстановить разговорный язык в полной мере я думаю что на этой оптимистической ноте мы сегодня можем наш разговор завершить и естественно это не последняя наша встреча я надеюсь на будущие встречи и кстати кстати вы ведь также принимаете участие вот в шестом форуме свободных народов Костроссии я думаю мы встретимся уже поговорим вживую ну и естественно я вас заранее приглашаю на наши следующие эфиры спасибо огромное я получила огромное удовольствие от беседы с вами и так же это было очень познавательно и очень полезно много информации было спасибо Борзинов Машек Барла конечно